Всем привет! С вами Дмитрий Михайлов, Комендбай. На очередной объект выехал, перчаточки внизу положил. Перед вами коза с водяной рубашкой, польского производства. Печь чугунная, печь камин. Стена. Вот в эту стенку мы будем выходить трубой. Покажу, как можно сделать. Все в дереве, поэтому изоляция на первом месте. Эстетика уже на втором. Но при этом надо совмещать приятные с полезным. Закончил ремонтаж бомохода для подключения к печи камина. Это как коза с водяной рубашкой стоит. Еще раз напоминаю, что мы сделали. Поставили половинку, ревизионный угол 90, вставочку и врезали свою стенку. Это потом заполимерится, это перепад температуры на холоде, не красить термокраской, потому что меняет цвет. Оригинальный цвет должен быть вот такой. Вот такой темный. Потом, когда будет отделка, заново это все заматуется в черную термокраску, премиорганическую. Все будет в один тон, все будет классно. На стенку я поставил минирит. Минирит под миниритом базальтового картона, обязательно. И противопожарный узел утеплен. Планировал еще сюда минирит, но посмотрел здесь вскрытие, когда вскрывал, гипсокартон был красного цвета. Со стороны фасада. Такая у нас конструкция получила. Внизу опорная площадка стоит, тройничок и пошли метражом вверх. И четыре точки крепления. Это нижняя опорная площадка, два крепления к стене и одно крепление вверху на оттяжку. Поближе это выглядит вот так. И стенки вышли, вставочка, в тройник вошли и поставили эту всю конструкцию на опорную площадку. Снизу сборник конденсата, съемный, который необходим для прочистки. Все, и вверх пошел метраж. Раз, два, три, четыре, пять метров трубы. И пошли у нас два крепления с выносом. То есть здесь вдоль свеса, вернее резать свес, никого смысла не было. Пожаробезопасно и неправильно, потому что он довольно маленький. Грибок я не ставил наверх, но если честно, заказчики захотели с грибком. Поэтому я здесь уже приехал на второй день. Сейчас мы будем запускать камин. И я поставлю грибок, чтобы вы видели, как выглядит. Если есть возможность, пишите в комментариях, кому нравится с грибком, кому без грибка. Потому что мое мнение, мне не нравятся грибки, особенно если это приставной дымоход. В своих видео я говорил, почему они мне не нравятся и почему они запрещены. Поэтому оставьте свои комментарии. Мне интересует не техническая точка зрения, а визуально. Кому нравится с грибком, кому нравится без грибка. Поставил грибок. Вот так дымоход выглядит с грибком. Поэтому у меня просьба тех, кто смотрит видео, пишите да с грибком, либо нет без грибка. Аппарат начал работать и дымок пошел вверх. Видите, да, от грибка он отбивается вниз и начинает ложиться на кровлю, на землю. Почему я не люблю ставить грибки. Видите, ветер как пошел, и дымок приземляется вниз. Это одна из причин, которые крутят фасады, кровлю. Заказчики хотят, никаких проблем поставили.